Привет-привет-привет, геймеры! С вами Гринланд. Наш антишедерский марафон внезапно продолжается, и у нас сегодня бонусный уровень, который называется Люди из Плинтер. Наши черепашки закончили антишедерский марафон, в котором победили, как вы помните, игровые черепашки, второе место заняли черепашки никовские, третье место космические черепашки и четвертое черепашкиные заведения. А сегодня нас ждет бонусный раунд, где люди, а именно Эприл Шенигами Кейси и Сплинтер сразятся со шедерами и покажут свои возможности в борьбе со шедером и примут участие в нашем марафоне. Странный подбор персонажей, не всем персонажам можно сражаться в этом испытании. Тут кроме черепашек, которыми играли всех никовских черепашек, еще принимают участие вот эти персонажи и почему-то Армагон. Ну, видимо, когда выходил челлендж, Армагон являлся новым персонажем, поэтому включили его в челлендж вместе с Шенигами. Хотя вот Аллапекс, которая в том же обновлении, в 10-м, вышла в давнем 10-м обновлении, в ностальгичном, любимом давнем 10-м обновлении, Аллапекс сюда не добавили. Честно говоря, у меня надежда не умирает. Я думаю, что чем ближе приближается к своему фиаско сериал Райз, новые черепашки-ниндзя, тем больше шансов у нашей любимой игрушечки обновиться. Кейси бросает баллон с краской в Шедера, понижает ему точность, и Сплинтер наносит один из своих двух сильнейших ударов. Это точечный удар пальцами. Эйприл своими телекинетическими способностями посылает рукой сильнейшую волну в Супер Шедера, и Супер Шедер еще успевает сходить. Он включает в себя пассивное лечение, но, дорогой наш Супер Шедерок, тебе это не поможет, потому что Шенигами тебя мощно бьет, а Кейси тебя просто мощно побеждает клюшкой. Сработала, конечно же, пассивка Супер Шедера, которая называется Стойкость, где во время того удара, когда он уже должен умереть, он не умирает, а стоит за счет этой способности. Каваксас, дорогой ты наш демон, надоедливый, давай уже вытягивай своего полживого Шедера, чтобы мы с ним разобрались, и разобрались как можно быстрее. Давай, вылазь, кожа до кости, пора уже с нами сражаться. Выкручивай свои руки, рычи на нас, и готовься получать отличнейшие пендели от нашей команды. Первый пендель достается Шедеру от Сплинтера, и он рубает его своим лезвием, спрятанным в посохе. Эйприл, конечно же, использует свою мощнейшую атаку, которая является массовой, и которая, кроме урона, больше никакого вреда не приносит нашему сопернику. А наш соперник в то время использует массовую атаку, сразу же сбрасывая команду в рейтинге на нижние ступени, потому что уже будут потери у нас жизни, части жизни, части здоровья наших персонажей, и какое-то высокое место, соответственно, мы им не сможем дать. Шенигами атакует Шедера, Шенигами у нас под угрозой, Шедер, если ее атакует, то он, скорее всего, убьет ее, победит эту милую девочку, и таким образом заберет шансы на борьбу у этой команды. Вообще, он бьет Кейси и дает шанс этой команде победить по рейтингу команду видения. Наша команда людей займет четвертое место, сместив черепашек-ниндзя видение на пятое, по той простой причине, что в видениях погиб лидер, погиб Леонардо. Я думаю, что если переиграть, можно было бы его оставить в живых, но мы играем с первого раза, и сразу же случилось то, что случилось. Видения очень здорово сражались, но занимают последнее, пятое место, а людям мы отдаем четвертое. Соответственно, в нашем рейтинге первое – это игровые черепашки, второе – это никовские черепашки, третье – космические, четвертое – люди и спринтер, и пятое место – черепашки-ниндзя видения. Вот такой вот антишедеровский марафон у нас получился, ребята, из пяти видосов. Если вам интересно было смотреть, пишите об этом в комментариях, мне очень важно ваше мнение, и давайте будем думать, делать ли еще подобные эксперименты, подобные марафоны в разных других испытаниях, или будем придумывать какой-то новый формат. Но обновление игры было бы самым лучшим из форматов, из всех возможных. Это было бы очень круто, и мы этого очень ждем, и на это надеемся. Давайте, все, кто надеется на обновление, проставим лайк. И, друзья, на сегодня это все. С вами, как всегда, был Гринланд, Кавабанга, чуваки, пока-пока.